Добрый вечер! Сегодня пятница, значит, на канале Н4 ток-шоу без галстуков с Александром Стахурским. Сегодня тема нашего выпуска – создатель атмосферы или профессия ведущих. У нас выпуск в двух частях и в первой части нашей программы ведущий, эксперт, нет, ведущий мероприятий, вот, Михаил Цуркан, MC Mike. Добрый вечер, Михаил. Очень добрый вечер, очень, да, это, наверное, самая излюбленная фраза, причем настолько излюбленная, что ее можно услышать у многих артистов из всей, так сказать, касты нашего шоу-биза, когда они себя, ну, как говорят в народе, палятся, да, то есть, когда выходят на утренние мероприятия, даже, вот, как, не знаю, там, может быть, день города, день вина, и в час дня или, там, в 12 дня со сцены звучит Бунасяра, да, то есть, как бы, добрый вечер. Поэтому, да, добрый вечер, это, наверное, самая ключевая фраза, которую использует организатор или ведущий, или участник, или исполнитель каких-либо таких больших крупных мероприятий. Ну, я сегодня ведущим не буду, у меня сегодня в студии ведущий, поэтому я, наверное, сейчас пойду попить кофе, потому что Михаил профи высокого уровня, и ему вести мероприятие, как говорится, не впервой. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты вообще стал ведущим именно мероприятий? Ну, началось, это, честно скажу, еще с школьной скамьи, точнее, с лицея, лицея Дмитрия Кантемира, имени Дмитрия Кантемира, где я отучился. И сейчас многие, кто не знает какую-либо там историю из прошлого, а это отдельная история про эту историю, потому что я для этого как раз, ну, буквально, не знаю, года два-три, как чуть-чуть собрался, мобилизировался и уже стал заниматься таргетингом, созданием своего персонального сайта. То есть до этого мне казалось, что это не очень мне нужно, потому что вроде как знают, потому что вроде как страна небольшая, вроде достаточно медийная персона. Но, как выяснилось, молодежь от 20 до 30 лет еще не понимает, почему я MC Mike, и почему ко мне такое внимание и, скажем, ну, приятное внимание со стороны там их родителей или большинства их знакомых. И я на этом этапе вот таких вот диалогов с ними, я понял, что мне нужно сейчас заново себя пытаться зарекомендовать, потому что уже этот цикл прошел, и те люди, которые, скажем, выросли со мной, там, не знаю, в ночных клубах, школах. Ой, здравствуйте, я выросла на ваших песнях. Да, 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 на ваших песнях, я вместе с вами росла, я ходила на ваши дискотеки, это я уже очень часто слышу. Есть буквально недавняя свежая история, мы к ней, я думаю, сейчас еще вернемся. Вот, и опять же, возвращаясь к истории своего становления, то с 5 лет до 19 я занимался бальными танцами, то есть я был, ну, если так говорить, да, если говорить серьезно, то я был еще худее и стройнее, чем Мирча Маркун. То есть мама шутила всегда, чуть-чуть с таким сарказмом, что у тебя живот в спине прилипает, то есть это насколько как бы вот было вот это вот тощее создание. И естественно, что ночные клубы, в которые я попал, они изменили не только дальше образ моей жизни, но и метаболизм, и дальше мой внешний вид. Но, занимаясь бальными танцами, я выступаю очень часто на школьных мероприятиях лицейских, периодически мне давали и микрофон, потому что, скажем, коммуникабельным и общительным человеком я был с достаточно ранних лет. И, конечно, какие-то шутки, какие-то там, не знаю, музыкальные пародии, это все было мне свойственно, и как-то так оно вот по лицею быстро распространилось, поэтому, начиная там, не знаю, с класса 9-го, 10-го, мне периодически уже вручали микрофон для того, чтобы вести какие-то внутренние мероприятия. — Но ты этому учился вообще каким-то образом? Где-то, не знаю, кружок, драм-кружок там, к сожалению. — Нет, к сожалению, потому что, когда я хотел официально зарегистрировать курсы ведущего, то есть у меня были курсы ведущего, да, при фирме Джамайка, я сделал это частным порядком, я обращался в Министерство образования, мне сказали, поскольку у нас нету такого профиля в высших учебных институтах, то есть нету даже на журналистике, нету там отдельно, скажем, профиля, там, ведущий или ведущий, радиоведущий. То есть это все как бы комплексно, входит просто в журналистику. Говорит, поэтому это вы сможете оформить просто как ремесло, то есть у вас есть, возможно, своя печать, у вас есть свои какие-то там данные, навыки, поэтому это будет просто диплом Михаила Цуркан, у которого есть огромный опыт. Но это не будет официально документом, который потом поможет людям, которые закончили ваши курсы, поступать где-то уже, скажем, с официальной корочкой. Ну, то есть вот это я уже тоже выяснял, поэтому, к сожалению, я говорю, что этого нету, потому что я бы сам туда пошел. Ну, слушай, а мы сейчас немножко в другую сторону, так как у нас свободная беседа. А ты считаешь, что необходимо ввести такую, ну, не знаю, специализацию в тех же вузах именно, ну, как это, это не ведущие шоумены, да, то есть вот какие-то конференции, то есть вот все это, конференции, это очень сложное на самом деле. Или ремесло, или искусство, ему надо действительно профильно учиться. Вот ты считаешь, что это в Молдове необходимо на сегодняшний день? Я считаю, что это нужно, потому что на сегодняшний день все социальные сети, они в любом случае раскрывают абсолютно любой потенциал, абсолютно любого человека, независимо от возраста, занятия, рода, деятельности и так далее. Вот, но поскольку, мне кажется, что профессия шоумена или конференсье, она включает в себя не только, скажем, умение коммуницировать или обладать какими-то навыками разговорного жанра, ты, по сути, должен знать все и обо всем по чуть-чуть. То есть это и немножко сцен речи, и немножко актерского мастерства, и немножко каких-то хореографических талантов, не знаю уже насчет фокусов, это уже кто как может. Но то есть это настолько действительно многогранный, на мой взгляд, вот этот вот шар, который можно себе представить, и у него есть огромное количество граней, я даже не знаю, какой-то просто многогранник. Вот это комплекс ведущего. И, конечно, я бы здесь с удовольствием поддержал бы инициативу, если бы где-то в нашем госуниверситете или в каких-нибудь частных университетах появилась все-таки такая специализация на официальном уровне, именно ведущего мероприятия, не обязательно организации, потому что ведущий для меня это сразу как ведущий, а дальше идут такие вот ссылочки, да, там радиоведущий, телеведущий, ведущий каких-нибудь стримов, ведущий концертов. То есть подразделений у меня там очень много, потому что это доходит до каких-то совсем узких специализаций. В конце концов там тамада, вот когда говорят тамада, у меня аж как будто аж мурашки по спине, и я такой, я не тамада, у меня аж прям хочется прям заявить. Он говорит, ну почему, вы же ведете свадьбы. Это сериотип. Да, я говорю, да, ну тамада просто для меня это прям настолько узкоспециализированный человек, у которого, то есть он не ведущий. Ведущий может, мне кажется, чуть шире и больше мыслить, а не шаблонными там, не знаю, набором конкурсов, игр и каких-то стандартных подач. Нет, то есть, ну вот, и вот я о чем говорю просто, что это сегментируется очень так на много таких. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты принял для себя решение, что ты начнешь заниматься именно вот этим ремеслом, быть ведущим? Я понимаю, что с утренников вместо воспитательницы в детском саду началось все, уже потом, значит, в школе или в лицее. А потом, вот, наверное, все равно было принято, что я попробую это сделать своим родом деятельности, зарабатывать на этом деньги. То есть, на профессиональную, так сказать, основу, когда подумал прийти? Ну, первым таким большим шагом, это, ну, большим шагом послужила все-таки моя работа в ночных клубах. И попал я туда с танцевальной подготовкой вначале официантом. Могу сказать, что это клуб Стартрек, потому что его не существует. Ты еще и официантом был. Я год проработал официантом, но не было других возможностей. То есть, мне нужно было идти работать. Я вышел из кадрянки, из танцевального клуба. Мне нужно было зарабатывать. Я хотел вначале зарабатывать только танцами. Пошел к Теодору Родовлеску, ныне здравствующему и слава богу, у которого тоже есть свои здесь и студии по Кишиневу и в Румынии. Много функционали, я бы сказал, такие молодежные и творческие центры. И я говорю, так и так, Дорик, я хочу дальше зарабатывать. Если можешь, возьми меня в свой состав. Он говорит, слушай, у меня состав и так большой. Мы все так немножко, как бы, ну, не очень хорошо зарабатываем. В плане того, что когда у тебя коллектив из 20 человек, и есть какая-то ставка гонорара, то приходится делить на всех 20 человек. Он говорит, сейчас набираются официанты с танцевальной подготовкой в ночной клуб. Считай, что ты уже прошел кастинг. У тебя будет, ну, в левом эквиваленте, но тогда это все было в долларах, да, считали. У тебя будет где-то 100 долларов, порядка 100 долларов в месяц зарплата. На тот день это было достаточно очень круто. Плюс чаевые. Почему нужно были официанты с танцевальной подготовкой? Потому что где-то в час-два ночи все официанты бросали столики. У нас была там специальная постановка, которую организовал, ну, за которую, не знаю, там, заплатил за хореографа, за обучение Тарас Чернелевский, тоже опять же ныне здравствующий. Вот. И мы тогда вот в костюмах выдавали вот этот номер. Естественно, это была какая-то эйфория у всей публики, аудитории. То есть, можете представить, клуб, движ, движ, движ. Потом официанты танцуют, причем очень классный какой-то динамичный танец. После этого опять обслуживает столики. Я вспоминаю, извиняюсь, фильм «Дикий койот», если я не ошибаюсь. Бар «Дикий койот». Да, да, да. Вот это вот приблизительно из той истории. То есть, поэтому тогда уже был, ну, тогда немножко и другая эпоха была связана с ночными клубами. Это была только такая эпоха возрождения какой-то культурной именно ночной жизни. Продержалась она, к сожалению, на мой взгляд, недолго. И здесь отдельный парадокс. Можно эту тему тоже потом быстро затронуть. И год проработав официантом с танцевальной подготовкой, потом открылся шоу «Балет Стартрек». Я перешел в шоу «Балет Стартрек». Год мы протанцевали в шоу «Балете Стартрек». Потом ребята начали там взрослеть уже у каждого свои планы, цели, ураганы, не знаю что. Распался этот танцевальный коллектив «Шоу «Балет Стартрек». И уже опыт был. Я в то время уже работал на радиостанции. Еще учился на журналистике в госуниверситете. То есть ты комплекс уже для себя сформировал? Да, но что самое интересное, журфак не дал мне той базы, которая мне пригодилась бы на работе. У меня получилось наоборот. Я уже работал и не совсем понимал, зачем я хожу на пары в гос. Ну то есть у меня был вот этот диссонанс. Я думаю, то есть нигде никто не спрашивает корочку. Я статьи писал в газете, меня попросили написать пробный вариант. Подредактировали. Сказали, отлично, хорошо работаем. На радио я попробовал без корочки, что я студент. Мне говорят, вот свежи там между песней, у тебя будет сейчас 30 секунд. Я просто вот импровизировал, высказал какую-то там связку. Я даже сейчас ее не вспомню даже между какими песнями. Отлично, мы вас берем. И вот так вот у меня все это шло каким-то таким комом. И то же самое произошло и с ночными клубами. Клубы начали открываться на рубеже 2002-2003 года. Вот прям начали расти. Ну, у нас по статистике на 2015 год, это вот был пик, в нашей только столице было 56 ночных клубов. 56. Это вот маленькие, большие, крупные. Естественно, были какие-то топовые площадки, куда съезжались со всех районов, там пригородов и так далее. Но я к тому, что клубы росли, естественно, была необходима... 56 как минимум должно быть каких-то, ну не знаю, ведущих или шоуменов. MC каких-то, да, различного, так сказать, масштаба. Появились тогда говорящие диджеи, в плане, имею в виду, что это как не MC, но вот, допустим, тот же самый, там, тот же самый Александр Навожден, вот его все помнят как DJ MC дух, да. То есть вот он и диджей, и MC, потому что он мог и крутить, и что-то там, тра-та-та, такой американский вариант. Вот, и поэтому, да, поэтому мне предложили, я попробовал, это был в начале Клубе Акс, самое интересное, что не сразу Стартрек, это был Клубе Акс, потом там Миллениум. Я смело сейчас говорю на занятиях Клуба, что их нет, это уже не выглядит как реклама, и вас за это ругать не будут. Про профессионалов. Да, 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 и вас за это ругать не будут, да, 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 то есть я застал еще там последние дни черной каракатицы, последние дни Малса, то есть какие-то такие крупные площадки из, так сказать, олдскульной всей этой истории, вот. И начали открываться еще Клубы, и у меня на каком-то пике у меня было такое, что я мог вести мероприятие днем, к примеру, гонки под мостом на телецентре, потому что у нас это было когда-то разрешено и популярно. Потом вечером я летел в Сохо, первый Клуб Тысячник, где-то до 12, до 12.30 ночи, а оттуда я летел либо в Стартрек, либо в Сити, либо в Милитаре, в зависимости от графика. Дошло до того, что меня вызвало руководство, и оказывается тогда на вот этом переходе с 90-х в нулевые все-таки еще контролировали некоторые, так сказать, не очень хорошие структуры ночную жизнь. И оказывается, за меня уже шли разговоры в этом криминальном мире, то есть уже две, так сказать, группировки, противодействующие, казалось бы, ну, то есть интересы я их нарушал, они не могли понять, я чей, кому я приношу деньги больше. Представляете, мне 23-24 года, молодой парень, у которого амбиции и вроде все получается, идут мне сообщают, что мы безопасность в клубе тебе обеспечим за пределами, решай сам. То есть ты молодой парень, ты выходишь из стен клуба каждый раз с каким-то ощущением, что вот ты как будто перешел какую-то черту, а что я делаю? Вот у меня вопрос, а что ты такого делал для них? То есть ты приносил деньги и тем, и тем, то есть это конкурентная борьба именно финансовых потоков? Да, потому что тогда, понимаете, был как раз вот этот вот пик, когда в афише можно было написать там, не знаю, MC Майк или какой-нибудь там диджи-маньяк из Одессы, да, и сразу на вот такие опции истекалось огромное количество людей. То есть потому что тогда, вот я считаю, вот с 2002-2003 пошел такой очень стремительный рост популярности и более того, скажу, что ночная жизнь дала вот эту базу, эту основу, потому что люди, которые работали в ночных клубах тогда, бармены, официанты, танцоры, танцовщицы, ведущие, директора, они были звездами. Людей барменов реально узнавали на улице, к людям шли, то есть не обязательно к ведущему, к официанту, если не было там, не знаю, Дорика официантом, они говорят, нет, сегодня мы не хотели, если нет Дорика, мы придем в следующий раз, и шли в другие клубы. То есть вот настолько было, я даже не знаю. Комьюнити создавалось. Это комьюнити с одной стороны, с другой стороны, это был прям культ, и тебя, скажем, люди из, как мы говорили, внешнего мира, то есть вот, они тебя прям уважали, они любили и ценили, то есть они, ты где работаешь? О, это же Майк, он же там в ночных клубах, все, для них это была какая-то другая стихия, это что-то другое, это что-то магическое, это что-то, и когда они попадали на эти вечеринки и уходили с состояния эйфории, удовольствия и, ну вот прям всех этих вот прям комплекса эмоций, естественно, что это до сих пор люди, которые спустя там 20 лет, вот как вы говорите, встречают и такие, а я помню, когда мы с тобой там зажигали, о, что ты там с нами творил вообще, ну обалдеть. Я так понял, что первое выступление или введение какого-то мероприятия прошло на ура, судя по той популярности, которая была у тебя уже на тот момент. Да, да, потому что у меня уже действительно было вот это амплуа МС в ночных клубах, и меня уже звали вести мероприятие как МС, то есть меня уже объявляли как МС Майка. И здесь действительно это сыграло хорошую роль в этом плане, то есть мне не нужно было себя как-то пробивать на сцене, и у меня есть даже где-то целая подборка фотографий тех лет, где я там с Порубиной молодым, да, там с Лидией Панфил, которая до сих пор ставит и режиссирует крупные масштабные мероприятия. У нас тогда не было никаких проблем для того, чтобы, не знаю, вести День города на двух языках, да, то есть у нас было в паре там двое ведущих, и мы могли всех звезд и артистов объявлять и так, и так, потому что, в принципе, парировать там на молдавском я мог тогда легко, сейчас, как уже говорят, я на румынском тоже как бы легко, ну то есть это все приходит с опытом, но огромное, я помню прям очень большое количество мероприятий, таких вот государственного, скажем, масштаба, национального, большого, вот я провел, и у меня они все с какими-то очень теплыми воспоминаниями, вот этой невероятной энергетики, которая у тебя там, не знаю, на площади, это очень круто. А вот я как раз хотел спросить, какое самое массовое большое мероприятие тебе приходилось вести? Самое массовое большое мероприятие, это я вел в Террасполе на стадионе «Шериф», это было несколько раз, это, ну, мероприятие было организовано и ныне, так сказать, действующим организатором Артуром Сухих, он тогда делал проект «Время Че», «Время чистого звука», вот, и привозил огромное количество всевозможных популярных команд, и вот стадион, просто можете представить, полный стадион, и вот полный стадион, он приходит на концерт звезд, там, не знаю, Кен, Эльзы, Би-2, тогда он уже возил там группу Чили, то есть, ну, большое количество звезд тогда, ну, хоть фраза, да, прошли через руки, я имею в виду, то есть, прошли через этот проект, вот, и когда ты качаешь стадион, я вам скажу, это, 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 наверное, самый, вот, самый пик всех, наверное, эмоций, ощущений, которые я тогда испытал, потому что туда мы ехали уже с какого-то раннего утра, а заканчивали мы по тем временам в 5-6-7 утра, то есть, я спал очень мало, и я не представлял себе, как я сейчас буду вообще на сцене двигаться, танцевать, потому что во время клубных сетов, диджейских сетов, то есть, ну, до артисты там и после, ну, нужно было качать, это же не ведущий, я МС, то есть, мне нужно было вместе со всей толпой что-то делать, потанцовка, какие-то синхронные движения, то есть, все это исполнять, вот, и когда ты только выходишь и говоришь привет, и вот этот рев, не знаю, там, 10 тысяч людей, вот это, я, я, я теперь понимаю, почему артисты способны, не знаю, там, за один месяц, за 30 дней дать, там, не знаю, 40 концертов, тебя сама публика заряжает, она потом, конечно, из тебя это все выходит, усталость все равно, потом догоняет, и это потом может сказываться как-то на здоровье, но именно вот эта магия людской энергии и взаимообмена, это, конечно, что-то невероятное. А вот давай вот как раз о том, о чем люди порой, наверное, не задумываются, потому что, как говорят, они видят, человек праздник, попрыгал, нас завел, как ты говоришь, покачал аудиторию, а потом, как говорит ты, это все выходит, потому что я знаю по опыту других и по-своему тоже, что бывает, говорит, ну, ты вроде поговорил там два часа, а потом получается такое опустошение от этого, иногда просто не понимаешь, каким образом из тебя, как будто высосали действительно энергию, хотя вроде все было на позитиве, но вот этот вот процесс, вот почему это происходит? Ну, потому что ты отдаешься, мне кажется, что в любой профессии, в любом деле, если ты отдаешься, ты уже отдаешь свою энергию. Вопрос в том, чем тебя питает в ответ, то есть если включается какая-то определенная зависть, и ты чувствуешь, что в зале есть человек, которому, возможно, ты антипотичен. Я всегда говорил, и даже на своих курсах ведущего ребятам и девчатам, я говорю, ребята, вы все равно не сможете понравиться на 100%, то есть воспринимайте эту критику как либо какой-то конструктивный инструмент, либо постарайтесь ее не трогать, то есть проигнорировать, сделайте ее прозрачной, если прямо вот вы не знаете, как с ней себя вести. Но вы никогда не сможете нравиться на 100%, только потому, что может быть даже человек где-то внутренне вот вам импонирует, и он думает, ну все-таки он молодец, но чтобы казаться другим, мы так устроены, мы вот, у нас есть какой-то эффект, мы же эмпаты, да, то есть у нас есть эффект вот того, что как бы нам всем все нравится, вроде как все качает, но кто-то один обязательно, а что я буду как все, да, вот как бы вот, а вот буду искать в нем какие-то изъяны, или там что-то меня будет раздражать. Может быть даже человек иногда не всегда понимает, что раздражает, и вот это раздражение, оно иногда, конечно, прям высасывает все силы, потому что, честно вам скажу, вот может один из ярких примеров, там, праздник на ура, но ты вроде, тебе кажется, все, атмосфера, и в конце просто вот какой-то там мужичок может пройти, говорит, все хорошо, но сегодня было так мало молдавской музыки. Эх, ребята, подвели. И ты вот уходишь и такой думаешь, ну как, ну то есть, а почему вы не сказали это там серединке в начале, ну мы бы удовлетворили, то есть, вашу просьбу, то есть, мы бы включили ее, ну без проблем. Ну ты едешь, и ты начинаешь себя накручивать, ну что, ну что вот такое вот было, что это? А другой случай был, у меня мужчина на мероприятии, свадебное мероприятие, вот, он весь вечер сидел, и я ловил его взгляд. Я думаю, может, я мало говорю, может, там, не знаю, на государственном, может, какие-то больше конкурсов надо, ну то есть, а он прям так вот, он прям оценивающий как-то, я думаю, что... Ты всегда стараешься промониторить аудиторию, то есть, почувствовать, да? Да, ну, а войти в контакт обязательно, конечно, но с чем тебе работать, с кем тебе работать, если не будет контакта? А как это происходит? Вот как ты эту аудиторию чувствуешь? Смотрите, я... Это с опытом приходит? Да, да, я хочу сказать, абсолютно верно, с обратного начнем, с конца. Чем больше ты дольше работаешь, тем у тебя все больше и больше знакомых людей на мероприятии. То есть, ты приходишь, у тебя все равно 15-20-30 процентов, это уже люди, которых ты знаешь. Вот, то есть, это с опытом. А тогда, когда ты начинаешь, то ты, в принципе, ловишь человека, который на тебя реагирует. И опять же, работает формула эмпатии. Ну, то есть, вот, если я вас увижу в зале, я начну как-то там шутить, стараясь не перейти в грань фамильярности или еще чего-то. И люди, понимая, что у меня уже есть какой-то контакт, они просто подтягиваются психологически. И ты уже видишь реакцию, ты уже можешь кого-то еще... У театральных актеров, если я не ошибаюсь, такая история есть. Он кого-то в зале находит и через него как будто ему рассказывают. Да, да, это самый главный лайфхак. Просто раскрою секрет, меня периодически зовут на мастер-классы для музыкальных проектов, организаций. Обращаются музыканты, которые у нас, и исполнители, как-то коммуницировать с аудиторией. Что многие выучили хорошо материал, песни, а вот как дальше подать его? То есть, им как будто они стесняются большой аудитории. То есть, петь не вопрос, а вот что связать между первой и второй песней, что сказать? Вот, и вот здесь вот я просто понимаю, о чем мы говорим. Я тоже, я всегда даю совет, говорю, подсадите своего, где-то, не важно, углу, центр, не важно. Работайте на него, вам с ним, то есть, чтобы у вас не было лишних эмоций. Шутите, делайте с ним все, что хотите, потом выйдите реакцию, зацепите других. Ну, то есть, и вы начинаете работать уже по чуть-чуть по вот этой вот системе со всем залом. Так что, да, так что это все, это все возможно, но начинать надо вот с каких-то таких первых шагов. И аудитория, ну, то есть, она все равно будет отдавать. Просто надо быть готовым к тому, что не все 100%. Спасибо. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, как специалисты знают, что это святое. После рекламной паузы мы вернемся, не переключайтесь. Мы вернулись после рекламной паузы. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня у нас выпуск про профессию ведущего, создателя атмосферы. И в первой части нашей программы в гостях у меня известные, можно даже, наверное, да ладно уже сказать, легендарный MC-майк Михаил Цуркан. Михаил, мы в первой части программы говорили про, как ты пришел в эту нелегкую профессию. А вот сейчас вот я хочу спросить тебя, вот как происходит подготовка к большому мероприятию? Вот некоторые думают, вышел на сцену и начал просто вот говорить, увидел, как ты говорил, словил взгляд и пошел. Это же долгий процесс, он может длиться, если я не ошибаюсь, дни, недели, может быть, даже месяц или не так? Абсолютно верно, абсолютно верно. Еще раз всем добрый вечер, да, благодарю за приглашение. Это долгий процесс, я вам скажу, что, наверное, когда, не дай боже, вдруг я перестану готовиться к мероприятиям, или я не буду испытывать какого-либо минимального волнения, вот я себе так сказал, то, в принципе, мне кажется, можно бросать уже заниматься этим делом. Потому что нельзя выходить с какой-то излишней самоуверенностью в том, что будет происходить. Все равно есть какие-то определенные эмоциональные моменты. Ну, я просто это все, я пытаюсь заменить как-то слово волнение, но вот на самом деле есть все равно на присутствии это волнение. И даже тогда, когда идет вот эта колоссальная глобальная подготовка, потому что есть мероприятия, я не спорю, которые появляются, скажем, чуть ли не за час. Ну, самое минимальное, да, когда раз-два раза в год такое может произойти, периодически такое происходит. Я для этого, чтобы вы понимали, у меня сейчас в машине, вот прямо на сегодняшний день, у меня два пиджака, рубашка, футболка, обувь, туфли, еще одни кроссовки сценические, микрофон два, петличка и такой. На случай чего? По жизни, по работе пришлось столкнуться с тем, да, что очень срочно тебя вызывают, потому что кто-то из приглашенных ведущих, не дай боже, что-то у них произошло, застрял на таможне или еще что-то, мероприятие горит. То есть, соответственно, надо спасать. Понятное дело, на такое мероприятие ты едешь, ты не обсуждал все это там месяцами или неделями, да, то есть без подготовки, ты уже включаешь какую-то импровизацию, опыт. Это очень редкий случай, это случай исключения. В большинстве своем, наверное, процентов 80, а то и 90, все требует подготовки, как минимум, даже с точки зрения спокойствия самого себя, что ты знаешь, к чему ты готов. И сейчас, конечно, уже в 2024 году, благодаря всем технологиям и там социальным сетям и так далее, то есть это, конечно, очень-очень сильно помогает, потому что те же самые там, не знаю, заказчики, пара, организаторы могут находиться далеко за пределами страны, там даже за океаном можно находиться, и люди прилетают за 2-3 дня до ивента, а у них здесь уже все готово. Но это все равно, это вот эти все онлайн-колы, это конференции, это подключение там организаторов, декораторов, ну, то есть координаторов. И действительно, это сложная работа, знаете, с точки зрения чего? Не с точки зрения даже траты твоего ресурса времени, а то, что ты обсуждаешь что-то за 2 месяца до мероприятия, и в течение этих 2 месяца, 2 месяцев у тебя есть еще мероприятие, которое ты обсуждаешь, и ты должен все время концентрироваться, да, в этом потоке ты должен как-то сегментировать, что вот там мы об этом говорили, здесь об этом, здесь об этом, поэтому, конечно, самое необходимое, это иметь помимо ноутбука и средств всяких там мобильной связи, всегда иметь блокнотик. Никогда не забуду слова Паша Зингана, ну, который один из первых, так сказать, у нас интернет-гуру. Павел сказал, что Майки, ну, он мне так называет, Майки, я, говорит, я начал заниматься продвижением там интернет-ресурсов когда-то, когда открыл свои там первые сайты, в том числе они были связаны с ночными клубами, вот его там All Fun, MD и так далее, вот, и он говорит, но ты не поверишь, я все дублирую на бумагу, потому что, говорит, выключит нам интернет или свет, говорит, и у меня попадут все данные, неважно, там, hard disk, не hard disk, какие-то облачные хранилища, говорит, вот просто представьте, что в один момент это могут выключить точно так же, как когда-то неожиданно это включили. И вот он меня как-то здесь поселил во мне вот этот вот, вот этот вот червячок, так сказать, сомнений, который не дает расслабиться, и действительно, есть прям толстые такие талмуды и всех вот этих вот сценариев, прописанных моментов, пунктов изменений. Ну, да, это действительно колоссальная подготовка, колоссальнейшая. Один из ярких примеров, скажем, еще более высокого уровня ведущих, я имею в виду там по цене и так далее, это Бульдог Орламов, всем известный, Ургант и Тина Кандалаки. Так получилось, что где-то на каком-то этапе, я не помню, там, нацатых годов, мы через Игоря Чемартана, через ныне действующего режиссера Кишиневского цирка, мы попали тогда в Москву на большие крупные компании, они не могли себе позволить брать звездные дуэты тогда из предлагаемых, да, более-менее популярных наборов уже там российского шоу-бизнеса, вот. И тогда взяли нас дуэтом из нашего камеди, молдавского. Естественно, что мы дуэтом дешевле, чем, не знаю, там, даже не знаю, я даже не знаю, кто, да, то есть, вот. И мы работали с хорошей командой, к сожалению, потом она распалась, но было агентство очень крутое, и девочки, которые там работали, они говорят, слушайте, с вами так легко и здорово работать, что мы там еще разу три или четыре мы туда летали, все это было там в каких-то, опять же, груднадцатых годах. Но что я оттуда привез? Они говорят, вот вы же типа в камеди, да, но вы какие-то особенные, вы не просто типа импровизаторы, шутите, отшучиваетесь и все. Говорит, нам так тяжело с Харламовым работать, он просит достаточно большие деньги, но никогда ничего не учит, не готовит, не ищет материал, ну, то есть, нету никакой подготовки. Тут приехали провинциалы какие-то. Да, 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 он просто приезжает, более того, через полчаса он уже сидит за столом с кем-то из руководства, потому что медийное лицо, так сказать, наяривает и, говорит, праздник идет вообще просто там тарары. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот это очень, у меня такой вопрос был к тебе, кстати, интересный. Медийность, известность человека, это залог успешного проведения мероприятий или нет? Нет, это, наоборот, это максимальная ответственность. Это максимальная ответственность, потому что твоя медийность, она очень легко может быть испорчена буквально односекундной какой-то лажей. То есть, это, мне очень нравится пример, который когда-то привел Альберт Эйнштейн. Вот, он, говорит, он просто перед студентами, во время перемены, перед началом лекции, начал просто писать на доске уравнений, там, дважды 2-4, дважды 3-6, вот так вот, короче, он просто писал, заполнял доску пока, ну, вот, человек особенный. И вот дважды 45 он написал 91. И вся аудитория, ха-ха-ха, давай тыкать пальцами и так далее. Он говорит, что такое? Он говорит, ну, как, вы что, посмотрите, вы же написали 2 умножить на 45, это 91. А это же 90, вы ошиблись. Говорит, запомните теперь раз и навсегда. Вас почему-то никогда не будут хвалить за то, что вы делаете правильно. Но стоит вам один раз допустить какую-то малейшую ошибку, и вот это запомнится на сегодня. Ну, понятно, он это сделал специально, чтобы понять, насколько следует. Да, ну, мудрость и философия вот этого примера, который я привел, это в том, что как раз медийность, чем более ты медийный, тем больше на тебе ответственности. Это мой личный субъективный опыт, это мое личное субъективное мнение, но я уже в это не то что верю, я прям знаю, что это так оно есть. То есть человек, который там ноунейм, еще может себе что-то позволить, и как-то там взятки гладки, да. Вот, а если тебя уже где-то что-то кто-то знает, и ты там что-то себе позволил извне, там перешел к какой-то черту, это может потом сыграть очень плохой уровень. Безусловно, что профессионал должен уметь работать с самыми разными аудиториями. Какая из них для тебя самая сложная? Или на твой взгляд? Какая самая сложная аудитория? Ну, первое, что у меня пришло просто, первое, что пришло в голову, это маленькие дети. Точно, вот я так сильно отметил, скорее всего дети. Да, и второе, это, скажем так, религиозная аудитория. То есть вот, почему так говорю, потому что буквально вот недавно было мероприятие, где, скажем, половина того же самого свадебного вечера, люди, которые, ну, они, скажем так, они привязаны к определенной вере, которые не позволяют там распивать алкогольные напитки, ну, то есть у них целый ряд есть ограничений. А с другой стороны, у тебя половина зала, которая как бы все себе это позволяет. И я себя поймал на том, что я не могу даже иногда какой-то адекватный, ну, юмор, который, в принципе, ну, вот на грани он не пошлый, но я даже эту фразу не могу произнести, потому что я нарушу, чувствую какую-то вот гармонию. Даже предложить выпить за кого-то ты не можешь, потому что половина аудитории... Да, 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 вот вы прямо вот в тему, в точку. И вот это, прямо вот этот вот баланс, и я понял, что когда у меня есть люди, у которых есть отличия, или они там веруют во что-то, что чуть-чуть как будто как-то вот неестественным образом противопоказанным до праздники, и дети. Дети, это, конечно, это просто тяжело, потому что это абсолютно разные, еще до конца неосознанные наши маленькие человечки, которых, конечно, там, ну, то есть с ними ты не можешь общаться, потому что нет взаимопонимания, как таково. Скажи, пожалуйста, вот кроме праздничных мероприятий, тебе доводилось ввести мероприятие непраздничное? Например, ну, я так, такой вопрос, провокационный, может быть, похороны. Такое вообще бывает, что есть ведущие таких мероприятий сложных, там, День памяти какой-то такой? Ну, не приглашали конкретно на подобные мероприятия. Я был на подобных мероприятиях, и, как правило, на этих мероприятиях, ну, есть же такое, как неписанное правило, что все равно там об ушедшем человеке говорят хорошо и пытаются вспомнить все самые веселые разные случаи, поскольку так по жизни случилось, что мы хоронили ребят, в том числе, там, из ночной сферы, то, конечно, потом это превращалось в какие-то там уже и шутки, анекдоты, но, то есть, это не... Это сейчас выглядит, может быть, и звучит как-то странно, то есть, ну, без всякой капли цинизма, это того требовала тогда эта атмосфера. Вот. Я вел разводы, то есть, это да, вот это у меня было два таких мероприятия, да, люди... А это как вообще выглядит? Это люди просто вот, они уже взрослые, как бы, и они решили... Они, то есть, с юмором отнеслись? С юмором, да, 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 то есть, они хотели, они такую прожарочку там устроили, как бы, друг другу, ну, то есть, кто про кого, ну, там есть такой формат, как бы, ну, когда, мне кажется, вот, людям не хватает эмоций, или они могут себе позволить сделать что-то так, как не у всех, я всегда говорю, нет, ничего невозможно. Вот, абсолютно нету каких-то вот, даже организуя мероприятия, вот, честно, вот, я говорю, смотрите, нету вот никаких ограничений. Смотрите, все, что касается канонов, это в церкви. В церкви вы не можете импровизировать, ни я, ни кто другой. То есть, если батюшка говорит идти там против часовой стрелки, вы идете по левому, вы не можете там, если он предлагает вам вино, вы не можете требовать у него виски. То есть, церковь – это церковь. Все, что касается вне церкви, праздника, нету, нету вот так и никак иначе. Любой формат, любой формат. Я вел свадьбу на нашей Страусиной ферме. Можете себе представить, самая короткая свадьба в моей жизни длилась 4 часа. Люди были очень благодарны. Не было танцев, но задача для диджей была – играйте летнюю заводную музыку, но так, чтобы не хотелось танцевать. А почему на Страусиной ферме? Это что за такой… Я не знаю, в чем их был фетиш, ну, то есть, почему. Но они хотели и отыграть свой свадебный день-вечер чуть-чуть. Вот в окружении вот этих вот животных, потому что там есть этот Ивор бельгийский конь, там пони, на которых катались дети, там уточки-шмуточки. Ну, то есть, как бы… А то есть, этот акцент все-таки был на детках больше, наверное? Не было детей. Не было детей при этом? Нет, нет. Кто катался на пони? Девочки, девочки. Там были девочки, ну, худые, стройные девочки, которые катались на пони. И там человек, который вырезал им профили, там была видеорубка на пруду, где они писали поздравления для молодых. То есть, у нас это все было в такой интерактивной форме. То есть, гости, в принципе, не скучали, не было никакого крепкого алкоголя, были только игристы. Вот. Но из-за ограничений самой площадки, не громкая музыка, и по времени в 9 часов животных уже там режим этот. Вот. Мы без 17.9 всех посадили на автобус, и все. Это самое необычное, наверное? Самое необычное и самая короткая свадьба в моей жизни. Слушай, скажи, пожалуйста, вот умение справляться с непредвиденными ситуациями, это один из важных критериев для людей твоей профессии. Вот назови одну такую очень примечательную, сложную, непредвиденную ситуацию, с которой тебе пришлось за годы выйти, столкнуться. Так. Ну, я не знаю, просто сейчас примеров очень много, насколько она действительно какая-то крайняя, просто мы из всех ситуаций вышли достаточно празднично, хорошо и весело. Но у меня были ситуации, когда от волнений, от эмоций, невеста ничего не ела целый день, и уже все, мы садимся за ужин, два бокала шампанского отключилось, ну как, все отрубило на три часа. Ну, нет, она просто отключилась как физически, я не знаю. Ну, то есть она не падала в оморок, просто ее уложили спать на три часа, и мы свадьбу вели просто с женихом, со всеми гостями, как будто такая была ситуация. Была ситуация, когда дедушка, ой, дедушка, бабушка, бабушка жениха танцевала даже под фанфары. И поскольку она была уже там в возрасте за почти 80, а у нас гостями были Sunstroke Project, это единственная ситуация, когда мне нужно было влезть в выступление артиста и на третьей песне сказать, ребята, у них тогда не было еще медляков, остановить их, попросить диджея включить пару медленных композиций, потому что уже отец жениха, то есть сын этой бабушки, он переживал, потому что маму нельзя вообще было бы сидеть на стул. Вот ее сажаешь, раз, она опять давай танцевает. А она как электрическая? А поскольку, да, как бы не хотелось никаких таких крайних ситуаций. Но опять же, насколько это какая-то супер там сверхсложная ситуация. Драк не было у меня на свадьбе абсолютно. А был случай, когда на свадьбе друг жениха подарил ему боевой пистолет. Какие-то, вот я сейчас просто вспоминаю, какие-то такие несуразности. Была свадьба, где не было ни одного тоста. Вообще ни одного тоста. Вот причем я подхожу уже... Религиозная? Нет, наоборот. Бар мобильный работал с самых первых минут. Группа поиграла полтора часа на встрече. И дальше начал играть диджей, уже какой-то там дип хаус техно. И когда в середине вечера я подхожу к родителям и говорю, а может кому-то слово дать? Да зачем? Мы же все сказали, когда мы их встречали и поздравляли. Дайте детям отдохнуть, дайте детям отдохнуть. И все. А как это вообще тост не произнести на свадьбе? Рассказываю. Это инструкция была такая? То есть у нас сегодня никто не пьет, никто что-то нато стоит. Нет, они как раз пьют. Они пили, они пили шоты, там был мобильный бар, там был алкоголь. А, то есть это просто не афишировалось, давайте выпьем за здоровье. Просто каждый в своем режиме. Да, да, да. То есть я не то, что я молчал. Я просто плавно перешел через вот этот час-полтора с начала вечера, я перешел в МС. Я просто к тому, что я перешел в категорию МС. Это тоже было что-то невероятное. Вот. Была свадьба, которая была в гавайском стиле. Там вообще жених прям реально в шортах, в шлепанцах. Невеста с таким разрезом, как если можете представить какие-нибудь клипы а-ля Ламбада, это вот такой вот вид. И, ну, то есть все было вот на такой какой-то грани тоже там ром-сигары. Курение вредит вашему здоровью, алкоголь тоже под запретом. Вот. И это тоже, я не помню, как оно там дальше все резко перешло в какие-то танцы и сумасшествия. То есть очень, очень большой диапазон таких вот необычных каких-то мероприятий. Опять же, потому что вот молодожены так хотят. Но сказать, что какая-то прям сверх была суперстранная ситуация, из которой нужно было очень сложно там выходить или долго выходить, ну, это когда-то было на начальных этапах, когда, скажем, крали невесту. Вот тогда, когда ее крали, там на 2-2,5 часа куда-то увозили, тогда еще там по каким-то караоке, по каким-то клубам. И я вот с тех пор еще сделал выводы, и сейчас я всем говорю на встречах. Говорю, смотрите, кража невесты зависит от самой невесты. То есть вы хотите динамику посадить, вы ее посадите. А сейчас, после пандемии и ввиду всех событий, которые происходят, вы уже не приглашаете 300-500 человек. К честному скажу, сейчас свадьба, это встретим 60-70. Это правда. То есть есть какие-то там за 100, есть какие-то, ну, самая минимальная свадьба его 18 человек, по 17, они взяли ведущего диджея. И я говорю, что кража невесты зависит только от невесты. Если вы хотите потерять динамику, вы ее потеряете. Говорю, в краже невесты, к сожалению, нет ничего созидательного. Ты не можешь кражу невесты как-то подать, что вот он там такой защитник, он тебя будет все время любить. А когда я это понял, когда я начал вести международные свадьбы, когда, так сказать, слияние двух сердец, одно было иностранным, импортным, да, девочки наши, а женихи разные, у них нету таких традиций. И когда у меня на свадьбе украли невесту, ну, как, которую я вел, и ко мне подбегает жених, типа, ну, вот, ну, этот вот по-английски, да, я говорю, your bride was stalled, типа, твою невесту украли. Говорит, what? Я говорю, ну, it's a game, типа, don't worry, это игра такая, it's not a game, it's a criminal. Ну, то есть он очень серьезный, он не понял эту шутку, то есть он вообще не понял, что это шутка. И я вот тогда немножко так присел, и думаю, а вообще, насколько это реально актуально. То есть я начал углубляться, начал изучать все эти традиции. Я не говорю, что это сейчас, это уже много лет назад было. Но я начал изучать вот эти все традиции, как, откуда, на что идет, и вспомните просто банально кавказскую пленницу, и вы все поймете. То есть вот, вот и все объяснение. Стереотипники. Да, да. И естественно, что тогда, когда раньше свадьбы там устраивались, и любая сторона подружек, друзей, родственников пытались хоть какую-то денежку еще отбить, поэтому крались там туфли, какие-то выкупы были, постоянно выкупы, да, то есть что-то жених все время, вышли в церкви водичкой полили, он должен дать денежку, да, там что-то им там дали, должен дать денежку, заколач должен дать денежку. Ну, короче, постоянно жених должен что-то отдавать. Кстати, у нас осталось буквально 5 минут до завершения с тобой беседы, потому что тебе, я скажу, надо и на мероприятие свадебное работать. Кстати, тоже международного формата. Международного формата, но передай от нашей программы, от канала Н4, поздравления. Обязательно. Давайте тогда про деньги. дай советы нашим телезрителям, и кто нас смотрит там на Ютюбе, потому что программа будет и на Ютюбе, и на Фейсбуке, и на Н4. Как заказать ведущего, и вообще вот цена вопроса, вот как выбрать людям? Вот дай такой лайфхак, как сейчас модно говорить. Даю лайфхак. Как бы это ни банально не звучало, но я всем всегда говорю, вам важно застолбить три кита. Три. Первое. Зал, где вы хотите, площадку. Не обязательно, что это будет ресторан, там может быть какой-то open air. Это как мы говорим сейчас. Староусинная ферма. Сейчас да, сейчас можно хоть в лесу делать, пожалуйста, площадку, потому что, если это более-менее какая-то вам площадка, которая очень нравится, то, поверьте, сейчас есть зал, вот на сегодняшний момент даже съемок, который уже на 26-й год забронированный, то есть датой. Я даже вел свадьбу по понедельникам, только потому, что прилетали пары, они хотели именно в этом зале, но было так поздно, а свободно был только понедельник, поэтому приходилось делать свадьбу в понедельник. У меня секундочку. Не скажу, это классно. Вот. Второе, это музыкальная составляющая, то есть музыкант, группа, артист, вот что вы хотите, если вы хотите кого-то удивить. И ведущий. Ведущий, в принципе, ну, скажем так, из моего окружения, у каждого ведущего, как я шучу, мы такие, мы как в Аватаре, то есть у каждого есть свой дракон, то есть мы уже законнектились с диджеем, и как-то есть какая-то коллаборация, которой вот уже не надо там подходить, дергать, а поставить, включить, то есть уже есть какое-то ощущение. На своей волне одно. Да-да-да, поэтому вот эти вот три момента, их надо столбить сразу. Те, кто оставляет это на потом, решая какие-то, скажем там, не знаю, административные, какие-то внутренние вопросы, теряют, и потом, когда обращаются, так, слушайте, так мы за три месяца, я говорю, за три месяца, ну, как бы уже за год забронировано, поэтому, вот, поэтому в первую очередь это застолбить их, потому что любой другой, как я говорю, контент свадьбы, мы сможем обсудить ближе к дате, потому что каждый год появляются новые фишки, новые тренды, новые какие-то модные там, не знаю, музыка, песни и так далее. Вот, по поводу денег, опять же, надо смотреть сюда несколько факторов. Расстояние, количество языков, на которых ты говоришь, время работы, это тоже учитывается, у нас нету какого-то стандартного ценового пакета, что вот мы только так работаем. Нет, мы настолько гибкие, что мы понимаем, что если мы едем на площадку, где уже свой свет, свой звук, и диджей берет только чемоданчик, а я беру только микрофон, это будет какая-то самая минимальная, цена. Но если так говорить о самой минимальной цене, надо учитывать, что это по, ну, где-то от 10 тысяч шлеев и выше. То есть, вот этот вот пакет, можно комбинировать, от 10 тысяч шлеев и выше, потому что я напомню. Да, уже еще временной диапазон важен. да, так я же говорю, что это все обсуждается, но, честно, у меня был вечер, меня взяли по часовой, то есть, а вы работаете по часовой, говорит, нам только вот до горячего, а дальше мы сами. То есть, я сегодня немножко почувствовал, разгорячиться. Да, представительница прекрасной профессии немножко, потому что я подошел, и у меня все равно в голове это, извините, продлевать будете, понимаете, это было очень, очень смешно, но как бы я должен был сказать эту фразу, потому что я не знал, мне уже ехать или еще оставаться. Вот, поэтому рассчитывайте, что это будет минимальный пакет, а дальше вы будете уже все прибавлять, там, стоимость аренды, свет, спецэффекты, звука, не знаю, там, огоньки и так далее. Если взять в среднем такую базовую какую-то комплектацию, вот, чтобы вот вам все это привезли, ну, начинайте где-то от 20 тысяч леев и выше, это вот, чтобы вам все закрыть. Но, группы, певцы, артисты, опять же, это все индивидуально, там, уже по меню, это вам все это вырисовывается. Но, почему я говорю в леях, я просто еще раз хочу сделать акцент, я когда подписываю контракты, а я официально подписываю все контракты, у нас очень важно соблюдать все законы нашей страны, и по закону ты имеешь право заниматься этой деятельностью. Нет такого, что ты там как-то кустарно, кулуарно ведешь свадьбу, все такие, о боже, никому не говори, он ведет свадьбу. Нет, я открыто говорю, у меня это, да, во-первых, у меня фирма с 2011 года, основная деятельность это организация проведения мероприятий, плюс создание там аудио-видео контента. Самый главный здесь вопрос, это получение аванса в национальной валюте, то есть все операции у нас происходят в национальной валюте. Поэтому были случаи, когда, так сказать, нашего брата брали с поличным тогда, когда брали в евро или в доллар. Это нарушение законодательства, да. И не в том, что он там какую сумму взял, есть ли у него патент или фирма, то есть или какие-то там еще лицензии народ деятельности, а именно то, что он берет не в национальной валюте. Поэтому я призываю всех своих коллег, ребята, контракт на основу, а это гарантия и для вас, и для нас, я имею в виду и для заказчиков, и для исполнителей, и ответственности сторон. И во-вторых, как бы не нарушайте закон Республики Молдавы. Михаил, спасибо большое. Мы, как говорится... На вот этой ноте, да? Да, на этой мажорной ноте мы отпускаем тебя на работу, на мероприятие. А во второй части нашей программы будет твой коллега, может быть, даже конкурент, Мирча Марка. Даже немножко ученик, вы ему скажите. Да, даже так. В ночные клубы Мирча, когда пришел из КВН, он просил очень много советов, как себя вести. Поэтому мы с ним по-прежнему дружим. Спасибо. У нас сейчас рекламная пауза, вторая часть программы у нас другой гость, Мирча Марка. Мы вернулись после рекламы. У нас вторая часть нашей программы. Говорим мы сегодня о профессии ведущего, создателя атмосферы. В первой части у нас был Михаил Цуркан, MC Mike. Если по какой-то причине вы не посмотрели нашу программу, вы можете это сделать на Фейсбуке, либо на Ютюбе через несколько часов после выпуска. А сейчас вторая часть программы. Ну и в гостях у меня еще один специалист в области введения различных мероприятий. Мирча Марка. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я специально Михаила Цуркана попросил, чтобы он не говорил про ту специализацию, которой занимаешься ты, а это как раз введение специфических мероприятий, которые называются свадьбы. У тебя тоже большой опыт введения самых разных мероприятий, телеведущие, безусловно, зрители узнали, но ты все-таки последние годы занимаешься только свадьбами. У меня в этой связи возникает вопрос, почему специализация вот только свадьбы? Ну, у нас с Мишей очень схожие пути. Мы в начале 2000-х работали ведущими в ночных клубах, то есть там и состоялся дебют как ведущего. Потом мы параллельно ввели всевозможные мероприятия. Дни рождения, корпоративы, новогодние праздники. В общем, все, кроме похорон. Потом со временем, вот лично мне, были гораздо ближе свадьбы, и меня воспринимали очень хорошо на подобных мероприятиях, поэтому со временем я стал и уменьшать количество мероприятий, и специализироваться исключительно на свадьбах. Вот то, где получается очень хорошо, я предпочитаю это делать. Миша остался более разноплановым, и он тоже ведет свадьбы, но он ведет и другие мероприятия, тимбилдинги, корпоративы. Вот он не составил сегодня тебе компанию, потому что умчался на очередную свадьбу, вести ее. Ну, он тоже ведет очень много свадеб, и очень хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты помнишь первую свою свадьбу, которую тебе пришлось вести? Да. Причем жених недавно был у вас в студии. Это был Дмитрий Красильников. А, вот как. Да, да, да. Это был 2001-2002, может быть, 2003. Мы вместе с Димой играли, и с Русланом Чикаго, мы играли в КВН. Мы были одно время и в одной команде. Ну, и вот молодой Дмитрий влюбился, решил жениться и попросил меня быть ведущим. Я до этого не был ни на одной свадьбе. Ну, я был, когда мне было 10 лет с родителями, и, конечно, я ничего не помнил с того мероприятия, ничем оно меня не зацепило, просто свадьба была. Конечно, мне, 10-летнему мальчику, было интереснее в лунопарке, но меня родители повели на свадьбу. И поэтому я, не имея никакого опыта, обратился к друзьям, что делают на свадьбе, расскажите, какие там есть обряды, традиции. Что-то мне рассказали, я это по-своему интерпретировал, подал по-другому, вот с опытом работы на сцене ночного клуба, с КВНовским опытом, где-то с шутками, с приколами. И провел, и забыл. Но через несколько месяцев поступили заказы от людей, которые были на этом мероприятии, и они меня порекомендовали молодоженам, либо они были родители будущих молодоженов, либо молодые были. И на следующий год я провел 3-4 свадьбы. Потом эти 3-4 еще через год принесли... Да, все на рекомендации. Да, исключительно сарафанное радио. Здесь нету, так сказать, твоей медийной известности, потому что ты телеведущий, значит, опыт ночных клубов. Тут именно вот те люди, которые тебя увидели на свадьбах, они стали рекомендовать или желать. Больше всего, эффективнее всего работает сарафанное радио. Но не будем исключать и медийность, потому что они как рука руку моют. Есть такой старый анекдот, когда молодой человек окончил полицейскую академию, пришел устраиваться на работу, через месяц ему говорят, иди в бухгалтерию, получай зарплату. Он говорит, как, здесь еще и зарплату выдают? Я думал, тебе дают пистолет, и дальше выкручиваешься как можешь. Вот в нашей профессии оно, в принципе, медийность, оно как пистолет, который помогает тебе в работе, тебя узнают. То есть есть определенный кредит доверия с самого начала, то есть тебе не нужно утверждаться на протяжении полмероприятия, что ты хороший, классный. То есть тебя узнают, тебя уже знают, и благодаря этому легче наладить контакт с гостями. Поэтому медийность, оно только в плюсе. Скажи, пожалуйста, а вот ты все-таки решил заняться отдельно этой сферой деятельности? Вот почему? Что тебя привлекает именно в ведении свадебных мероприятий? Есть несколько плюсов. Мне это нравится. Мне нравится живой контакт с людьми. Атмосфера, да? Атмосфера праздника. Мне нравится делать праздники. Я получаю от этого удовольствие. Я вижу, что и людям нравится, и я понимаю, что я нахожусь на своем месте. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, есть заработок. Потому что, ну, не секрет, что на телевидении немного платят, особенно в Молдове. На телевидении немного платят. Поэтому хочется нормально, достойно жить, хочется обеспечить семью. Нормальный мужчина хочет приносить деньги в дом. Поэтому ты находишь некий компромисс между творчеством и заработком. И вот частные мероприятия – это и есть тот компромисс, который меня устраивает. Я прихожу, я делаю праздники, меня за это благодарят и со мной рассчитываются. Скажи, пожалуйста, ну вот один ведущий, который ведет свадьбу, это же ведь не все. У тебя, судя по всему, должна быть какая-то определенная команда людей, которые вместе с собой принимают, как говорится, участие в организации свадебного мероприятия. Или это не так? Отчасти да. Когда ко мне обращаются, я сразу говорю, что у меня есть райдер, который состоит из одного пункта. Я работаю с диджеями. Есть несколько диджеев, с которыми я сотрудничаю, с которыми у меня сработанная программа. Они знают, где что я говорю, какой подклад нужно под мой текст поставить, где громче, где тише, где будет шутка, где будет лирика. В общем, они абсолютно идеально знают мою программу. И они выступают и как звукорежиссеры, которые вместе со мной делают мероприятия. Поэтому вот есть условия, я работаю с диджеями. Соглашаются? Да, да. И я работаю... То есть бывают мероприятия, где хотят живую музыку, где хотят бэнд или оркестр или тараф с молдавской музыкой. То есть мы в таких случаях комбинируем. Но если ко мне обращаются и говорят, что у нас уже есть музыкальный коллектив, я им говорю, я окей, я могу согласиться, но вот еще плюс диджея. И тогда мы на мероприятии комбинируем и, допустим, 45 минут отыгрывает музыкальный коллектив, 15 минут отыгрывает диджей. Ну а на всех застольях, на всех традициях, обрядах, церемонию, росписи это провожу я с диджеем. Что касается других специалистов, я могу рекомендовать, поскольку в год провожу много мероприятий, я вижу почти все музыкальные коллективы, танцевальные коллективы, команды, которые занимаются декором, всевозможные интерактивные развлечения, такие как селфи-бокс, селфи-зеркало. Много-много специалистов, подрядчиков из этой области, которых я могу порекомендовать. То есть, когда мы встречаемся с молодоженами, я им предлагаю определенный список с ссылками. Вот хорошие фотографы штук 10, вот хорошие видеографы, опять же, штук 10. И они уже просматривают их странички, они сами выбирают, кто им ближе, кто им нравится, они с ними связываются и выбирают того, кто свободен, кто подходит им по ценовой политике. А вот сколько времени надо для того, чтобы тебе подготовиться к конкретной свадьбе, мероприятию? Есть какие-то такие дедлайны, когда ты скажешь, нет, ребята, я не успеваю качественно к этому подойти? Специфика молдавского рынка свадебного в том, что у нас заказы идут примерно за год. То есть, у меня вот расписан уже 2025. За год? Да, да. То есть, ну, практически уже не осталось свободных выходных. У меня есть давно выработанный принцип, я больше двух свадеб в неделю не беру. Это вот либо пятница-суббота, либо суббота-воскресенье. Если интересно, расскажу и из каких соображений. Но для подготовки мне необходимы два часа при встрече. Вот когда мы встречаемся с молодоженами, мы с ними составляем план мероприятия. Я им рассказываю все традиции, обряды, которые существуют. Они выбирают, что подходит для них. Я у них собираю информацию, я записываю на диктофон про них. Я стараюсь мероприятие делать максимально персонализированным. И я узнаю, как они познакомились, как было сделано предложение руки и сердца. Узнаю про их родителей, про семьи, которые будут на празднике. И эту информацию я собираю, после чего за день, за два дня до мероприятия я это все прослушиваю, освежаю в памяти, составляю себе сценарий мероприятия. И в принципе мне достаточно. Но учитывая, что для молодоженов это, как правило, первая свадьба в жизни, то они требуют к себе внимания. И, как правило, за несколько недель до мероприятия мы с ними общаемся по телефону, по вайберу. Они задают определенные вопросы. То есть я отвечаю на их вопросы. И подготовка идет больше онлайн. Но мне, как свадебному ведущему, необходимо два часа при встрече, когда мы вживую с ними общаемся. Я за это время собираю всю информацию. Потом, если у них есть свадебный координатор, то этот человек берет на себя большую часть административной работы. Тогда вот я могу минимально включиться в подготовительную работу. Если такого специалиста нету, то часть организационной работы беру на себя я. И тогда у нас больше контактов с молодоженами. Крайне редко, когда очень-очень сложные мероприятия, мы можем встретиться накануне свадьбы, за несколько дней, чтобы обговорить. Но это вот уникальные случаи, когда что-то экстраординарное. Там они задумали, не знаю, там жених спускается с вертолета, невеста на коне подъезжает. У них там какие-то очень необычные декорации, очень все перевернуто по сценарию. Ну и тогда вот есть необходимость еще раз прийти и сделать определенный саундчек, прогнать. Такой шнур называется на теле. Ну вот тогда это оправдано и это нужно. А все остальное решается онлайн очень легко. Поэтому для подготовки не так много времени мне нужно. Да, а скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты ведешь самые разные свадьбы. Ты ведешь так называемые русскоязычные свадьбы в Молдове, у тебя есть опыт. Да. И молдавские свадьбы, традиционные, я так назвал. И даже у тебя есть опыт ведения свадеб как в Румынии, так и в Российской Федерации. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, вот что общие, какие общие черты между всеми этими такими радостными праздничными мероприятиями? Ну, наличие жениха и невесты. Отлично. Вот без них тяжело, да. Наличие алкоголя. Так. Наличие веселой музыки. Наличие конвертов с деньгами. Общего много. Есть различия. Что касается языков, ко мне очень часто обращаются пары, которым нужен двуязычный ведущий. Вот у них есть гости, которые говорят исключительно на русском, есть гости, которые говорят исключительно на румынском. И нужен ведущий, который будет это комбинировать и быть понятным и для одних, и для других. В таких случаях я самый подходящий ведущий, потому что я единственный ведущий в Молдове, который одинаково плохо говорит и на русском, и на румынском. Это такая заготовочка и резиночка. Да, я понял. Что касается свадеб, бывают мероприятия исключительно на русском. Русскоязычные, Молдовия, окей, 100%. То есть при встрече мне говорят, у нас соотношение гостей 50 на 50 или соотношение 70 на 30. И примерно в таких же пропорциях нужно вести мероприятия. Бывают много свадеб исключительно на румынском, и там только на одном языке я веду мероприятия. А вот какие самые кардинальные различия между свадьбами Молдовы, Румынии, России? То есть, наверное, нашим зрителям интересно. Вот традиции, вроде они одинаковые, но все же время есть свои вот эти вот нюансы. У меня есть опыт ведения свадеб в Москве. Я в 2013 году весь сезон провел в Москве. У меня были определенные телевизионные проекты, которые я продвигал. И я переехал в Москву на 5 месяцев. Я с мая по октябрь жил там, поскольку у меня уже был опыт. Как раз это свадебный сезон. Да, это свадебный сезон. И поскольку у меня было уже хорошее видеопортфолио, в Москве работают свадебные порталы. Они у нас тогда только появлялись. В 2013 они уже были очень хорошо развиты в Москве. Это свадьба msk.ru и горько.ru. И там каталоги с всевозможными специалистами, в том числе и ведущие. Там покупаешь аккаунт, размещаешь свое видео, свои фотографии, свое описание, свои контакты. Это некая презентация, которую может любой посмотреть. И вот специфика молдавских свадеб у нас готовится за год вперед. Московские свадьбы, наверное, очень крутые, очень большие. Там тоже впрок готовились. Но свадьбы вот из той ниши, на которую я работал, как ноунейм. Да, я понимаю, да. Не звезда такая. Неизвестный для них. Да, для них, да, масштаб. Человек, то там подготовка шла за несколько месяцев. Поэтому я туда приехал в мае. Я разместил, и у меня уже пошли заказы на май месяц, июнь. И я заполнил весь сезон. И у меня был опыт работы в ведении свадеб в Румынии. Свадьбы были с невестами из Молдовы. Это были такие, как миксти. Ну да, это смешанные браки. Да, смешанные браки. Значит, невесты были родом из Молдовы, женихи из Румынии. И невесты, поскольку они бывали здесь на молдавских свадьбах, они видели, что делает ведущий, они настаивали на том, что мы хотим, чтобы на нашей свадьбе был ведущий. В Румынии практически нет ведущих на свадьбе. Нету. Нету. У них эту функцию выполняет солист музыкального коллектива. И там роль ведущего минималистична. Это пригласить людей за стол, объявить торт и, может быть, там еще где-то людей позвать на танцы. То есть такого интерактива, как у нас, нету. В России, наоборот, там роль ведущего, она главенствующая. Вот ведущий делает праздник. У них нету таких мощных музыкальных коллективов. Вот у нас есть оркестры. Там больше бенды, которые работают сетами. Они приехали, 45 минут отработали, уехали. И живая музыка фактически, а там диджей. Там больше работает диджей, и там упор делается на развлекательную программу ведущего. В Румынии ведущих практически нет, и там весь упор делается на работу музыкального коллектива. Слушай, я вот хочу тебя спросить по поводу Румынии. Наверняка многие из гостей были удивлены тому, что раз и на свадьбе, на которой они присутствуют, то есть я имею в виду румынская сторона, есть ведущие. Вот как они отнеслись к тому, что у них же была возможность теперь сравнить? Например, вот они в Румынии живут, они присутствовали на румынских свадьбах, а тут раз свадьбы, смешанный, так назовем так, брак, и тут раз ведущий. Вот как они это восприняли? Им это понравилось? Они очень скептически на меня смотрели, потому что они не понимали, кто ты такой. Что ты делаешь? Какой-то парень с молдавским акцентом что-то им говорит, делайте то, идите сюда, аплодируйте сейчас, давайте то делать, давайте кричать, а давайте поучаствуем в чем-то, а вот смотрите видео. И в общем они не понимали, почему ты, парень, нас этому учишь, когда мы в принципе знаем, что вот сейчас нужно это сделать, сейчас то. Но вот где-то уже ко второй половине свадьбы я втерся в доверие, они поняли, что парень нас интересно развлекает, и потом у нас наладился нормальный контакт. Я не собирал фидбэки после мероприятия, что вы думаете по поводу присутствия ведущего на свадьбе по сравнению с другими. Ну, в принципе, я понял, что люди увидели что-то новое для них, что-то необычное. Насколько им это понравилось или не понравилось, я не знаю. Вот ты меня спросил про свадьбы российские и румынские. У нас некий микс, и у нас, на мой взгляд, собрано лучшее, что есть в российских и в румынских. На российских свадьбах, то, что я, по крайней мере, видел, танцуют гораздо меньше, чем у нас. Вот у нас все-таки молдавская музыка, хоры, сырбы, они объединяют. И люди собираются, они в круг танцуют. Это очень бодро, это энергично, и на это приятно смотреть. Как южание. Да, это вот вовлекает. У них все-таки нет такого. Вот у нас 45 минут, максимум один час, люди сидят за первым столом, и все. А потом ты их не удержишь за столом. То есть я вижу, что уже ножка дергается, уже давай-давай музыку, хай. И хотят люди танцевать. Там нет, там вот час сидят, потом дай им небольшую паузу для перекура, потом они опять сидят. Они смотрят на тебя, ведущего, и говорят, давай еще, давай конкурсы. Мы хотим соревнований, мы хотим игры, давай какие-то квизы, давай что-то. То есть они от ведущего ждут развлечения. Там есть школа КВНа, там есть школа Камеди, которая на протяжении десятилетий выбрасывала в этот бизнес, в индустрию праздников, очень много талантливых шоуменов, которые вносили интересные фишки, игры. Они делают этот праздник. А то есть там больше, как сказать, игровой акцент, да? То есть не то, что я не буду скакать тут перед вами, там танцевать, и вот больше буду слушать какие-то шутки и в то же время быть вовлеченным в какие-то игры. Вот это, наверное, да. Там много поколений шоуменов, самые-самые крутые они в телевизоре, но есть еще десятки, сотни, которые тоже хороши, но они не пробились, потому что телевизор не резиновый, там не всех уместишь, но вот они занимаются мероприятиями. Они тоже очень хорошие, тоже очень талантливые, и они развивают эту индустрию. И поэтому индустрия шоуменов в Москве, в России, она очень мощная. В Румынии там больше упор делается на музыку. Там много тарафов, бендов, которые хорошо играют, они играют танцевальную музыку. И еще одно отличие, то, что мы переняли от русских свадеб, это хорошо структурированные мероприятия. У нас четко мероприятие делится на сеты, мероприятие прописано, у нас есть четкий тайминг. Мы понимаем, что вот сейчас нас приглашают за стол, мы сидим, мы кушаем, мы слушаем, мы говорим речи, потом вся атмосфера меняется, приглушается свет, музыка громче, танцы, пошла танцевальная музыка. Люди понимают, что вот меняется застолье на танцы. На румынских свадьбах там как-то вот все на самотек, потому что люди приходили, они не ждали приглашения за стол, они просто садились, они кушали. Официанты выносили еду, уносили, потом бэнд, когда они чувствовали желание, они играли, людей приглашали на танцпол, люди танцевали, потом они уходили. То есть вот все... Индивидуально как бы так, да? То есть как хочу танцую, хочу кушаю. Нет такой четкой структуры, как у нас. У нас вот есть этот южный темперамент, у нас есть танцы активные, как в Румынии, но у нас есть хорошо структурированный сценарий и гости, поскольку бывают на разных мероприятиях, они знают, что за чем идет, они примерно знают, когда нужно садиться за стол, когда танцевать, какая традиция будет. В этом плане, вот мне кажется, что мы являемся на перекрестке этих двух культур и мы переняли самое лучшее от мероприятий оттуда и оттуда. Ну вот у нас сейчас по графику, вот в нашем плане рекламная пауза. Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Мы вернулись после рекламной паузы. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня тема нашего выпуска – профессия ведущего. В гостях у меня в первой части был МС Майк, Михаил Цуркан, и говорили мы с ним о мероприятиях самых различных. Можете посмотреть на Фейсбуке и на Ютубе Н4 эту часть программы в записи. А сейчас у меня в гостях Мирча Марка, и говорим мы уже именно об узкой специализации ведущего – это организация свадебных мероприятий. Мирча, я вот хотел спросить вот о чем. Вот вы можете рассказать, ты можешь рассказать о самом сложном мероприятии, который тебе приходилось вести как свадьбу. Вот, наверное, бывает, это всегда праздник, но вот когда, наверное, какие-то бывают сложности такие, вот что-нибудь из своей практики, вот, чтобы была действительно какая-то сложная вот ситуация, с которой приходилось выкручиваться. Ведь людям больше интересны как раз вот такие вот нестандартные ситуации. Как ты из этой ситуации выходил? Легче всего работать в сработанных банкетных залах, которые специализируются на свадьбах. Вот когда ресторан и вся команда натренированы, кухня, официанты, администрация, то есть ты уверен в том, что напряжение в сети везде выдержит, и экраны, и свет, и тяжелый дым. Когда ты знаешь, что каждое звено команды четко знает, что ему нужно сделать, работать легко. Сложно работать в новых залах и сложно работать в залах, которые не специализируются на свадебных мероприятиях. Бывает, что молодожены выбирают какую-то локацию, которая им нравится. Это может быть какая-то винодельня, это может быть какой-то зал, который не имеет опыта работы с свадьбами. Проведение данных мероприятий. И тогда там возникают всевозможные форс-мажоры. Ну вот буквально в этом сезоне было мероприятие, где мы пришли, молодожены заказали LED-экран, тяжелый дым, который там нужно нагреть воду, свет мощный. А нам говорят, что у нас тут больше 15 киловатт нельзя, потому что там печи работают и все слетает. Вот такого плана... Это технические вот эти все моменты. Да, и это вот никак заранее нельзя узнать, потому что ты не можешь позвонить и сказать, а что у нас там может возникнуть, ты не можешь это предвидеть. Вот в таких случаях сложно, поскольку возникают непредвиденные какие-то обстоятельства, которые мешают проведению свадьбы. В остальном, ну, крайне редко возникают какие-то неожиданные ситуации, с которыми не смогу, или моя команда не сможет справиться, поскольку прошли уже и огонь, и воду, и медные трубы. Вот Михаил в первой части программы упомянул все-таки свадьбы, хотя ему говорил, что оставь эту, значит, поляну для Мирчи. Но он сказал, что вот все свадьбы, которые он вел, у него никогда, он не сказал, кстати, к счастью это, или он об этом сожалеет, никогда не было драк на свадьбу. Вот в тех свадьбах, которые ты вел, драки были когда-то? Ну, один раз было, было и было. Били не меня. Поэтому не мои проблемы. Не запечатлелось так сильно в памяти. Скажи, пожалуйста, вот за последние годы сам формат свадебных мероприятий как-то у нас в Молдове изменился? Вот ты чувствуешь какие-то вот изменения, тенденции какие-то? Да, постоянно меняется. Если лет 20 назад, когда я начинал, молодожены и родители делали очень удивленное лицо, когда я им говорил про диджея, они не воспринимали диджея на свадьбе, то сейчас 95% мероприятий проходят с диджеем. Это может быть только диджей и всю свадьбу, либо это может быть диджей и музыкальный коллектив. Это вот принципиально изменилось. Некоторые традиции забываются, либо молодоженам они не нравятся. Когда-то, допустим, 100 лет назад, они имели какую-то смысловую нагрузку, и люди понимали, почему они делают то-то и то-то. Сейчас в этих традициях уже нет смысла, и молодожены видят их как нечто лишнее, которое отнимает время, ставит их там в какое-то неловкое положение. Допустим, обряд снятия фаты на молдавских свадьбах, дисбракат умересий. По старым традициям это что-то очень громоздкое. Там есть музыка грустная, там садится стул, кладется подушка, садится жених, кладется вторая подушка, садится невеста. Их там укутывают в одеяло, покрывало. Это все довольно архаично, и та смысловая нагрузка, которая была когда-то, 100 лет назад, она уже не актуальна сейчас. Поэтому иногда родители, бабушки, дедушки хотят нечто подобное, и молодожены идут на компромисс. Они делают эту традицию очень минималистично. Там сели на два стульчика, мы поставили какую-то инструментальную молдавскую мелодию, сняли фату, одели косыночку-фартук, но без этих пледов, одеял, особенно на летних свадьбах, это очень некомфортно для жениха и невесты. Мы поставили галочку, если есть бабушки, дедушки, которые принесли какой-то подарок, у них есть возможность эти подарки преподнести молодоженам. И мы это за 5-7, максимум 10 минут закончили, поставили галочку, традиция была, всем спасибо. И переходим дальше к развлечениям. Тоже есть громоздкая традиция Маса Мария. По старым традициям там каждый вставал, объявлял сумму, заказывал песню, и этот обряд длился часами. Сейчас молодожены максимально хотят уйти от этого, и либо даем слово только родителям и наношам, а потом желающие лично подходят и кладут конверты в домик или коробочку, либо по одному представителю от стола, если свадьба небольшая, до 10 столов, либо иногда записываем интервью в начале и на экране показываем это интервью, в котором собраны поздравления всех гостей. Бывают юмористические интервью, то есть я вот часто делаю. В любом случае как-то пытаются уйти от традиций, которые немножко сбивают динамику свадьбы. Молодожены хотят упор делать на танцы, на развлечения, и если какая-то традиция, если они ее не чувствуют, то они хотят ее изменить. Поэтому, что касается обрядов, традиций, они тоже меняются, и с каждым сезоном я вижу изменение этих тенденций. Вот ты говоришь сейчас больше про молодоженов. А бывает, что свадьба, например, проходит, ну как это, юбилей, там 10, 20, 30 лет. То есть вот именно люди хотят запечатлеть, как говорится, вот я не знаю, воспоминания, что-то вот такие мероприятия бывают? Бывают. Ко мне обращалась вот совсем недавно пара, которым я провел свадьбу 10 лет назад. Они хотят вот такой небольшой юбилей сделать, и, ну, у меня уже дата была занята, они свадьбу делают в Италии, поэтому вот не срослось. Но вообще, вот учитывая, что я начал вести свадьбу в 2001-м, я уже жду звонка от девушки, от невесты, которая скажет, здравствуйте, вы вели свадьбу моих родителей, не свободны ли вы на такую-то дату? И тут я пойму, что годики тикают. Да, 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 Миша тоже плакался фигурально в том, что вот его люди уже узнают на улицах, уже целые поколения выросли. Скажи, пожалуйста, какая самая длинная свадьба, которую тебе приходилось вести? В среднем это 8-9 часов. Если это пятничные свадьбы, то они начинаются, как правило, в 6. Если субботние, то в 5, в 4. В воскресные, то тоже могут в 4 или даже в 3 начинаться. Все зависит от сезона. Если август и очень жарко, то хотят попозже, если особенно это свадьбы на открытом воздухе. Если сентябрь-октябрь, то там пораньше можно начинать, потому что темнеет рано. В среднем это 8-9. В первые годы брался за любые мероприятия. Была одна свадьба в Сороках. И вот она продлилась часов в 12. В 6 началась. И где-то только к 3 часам они согласились начать сесть на Ма-Самаре. И торт мы подали где-то к 5-6. Но сейчас время сокращается с самих мероприятий? Немножко. Опять же специфика. В Москве все свадьбы длятся максимум 6 часов. Начинают раньше. Там люди более пунктуальные. И там традиция такая, что гости, если они приглашены в 4, то они все приезжают. Прямо в 4. В 4 с минутами приезжают жених и невеста. И все гости встречают молодоженов. И максимум час они на уэлкоме и потом садятся. То есть если гостей приглашают на 4 часа, то примерно в 5 они сядут за стол. На молдавских свадьбах все-таки есть вот эта плохая привычка опаздывать. И на молдавских свадьбах 2 часа выделены на встречу гостей. Если мы приглашаем гостей в 4, то мы знаем, что в 6 часов мы сядем за стол. Поэтому... Да, это сложный момент. Нет, почему? Мы придумываем всевозможные развлечения для пунктуальных гостей, которые приехали вовремя и для них тоже есть определенные интерактивы, где они находят развлечения, они не чувствуют себя обделенными и не скучают. Какая свадьба была самой, ну такой, с большим размахом, дорогой, которую тебе приходилось вести? Вот что тебя удивило, вот как само ведущего? Думаешь, ничего себе? Были свадьбы с очень помпезным, пафосным, давай назовем креативным декором. Это когда большие залы, такие вот как Мэдисон, либо тогда это была Касса Сарбатори, либо Рэдисон Блю, который был Леограндом, полностью обшивались изнутри. Это делались декорации, но вот рейки, натягивались баннеры и хотели, допустим, чтобы это была свадьба в стиле Прованс. И баннеры были с изображением Южной Франции, с виноградниками, в общем, ты заходил туда и ты не узнавал этот зал. Вот эта статья расходов была очень высокой, плюс статус приглашенных артистов. Были мероприятия, где были приглашены артисты, звезды первой величины из России, из Румынии, из Европы. И вот этим тоже подчеркивался статус мероприятия. На очень-очень дорогих свадьбах приглашают и ведущих из-за рубежа. Поэтому были мероприятия, где я вел в дуэте с зарубежными артистами. Есть еще одна такая вещь, которую я пытаюсь донести молодоженам, что центр свадьбы являются они. И я на своем веку видел очень много дорогих свадеб, где были суперкрутые артисты, где был просто шикарный декор, но молодожены были кислыми, неактивными, и свадьба не получалась. И наоборот, вот на моей практике есть множество мероприятий, где работал только я и только диджей, но молодожены излучали такое счастье, они были настолько энергичны, и постоянно были в центре, на танцполе, и люди радовались, люди все вместе с ними танцевали. Поэтому в любом случае настроение создают молодожены, это больше 50% успеха свадьбы. Артисты, ведущие декор, это тоже важно, но нужно понимать, что люди приходят к молодоженам, и от того, как они будут себя вести, как они будут веселиться или не веселиться, зависит общее настроение праздника. А вот самое сложное все-таки, что ты видишь в организации свадьбы для тебя, как ведущего? Самый сложный момент какой? Самый сложный, когда молодожены не знают, чего хотят, или у них разные взгляды. Когда мы встречаемся, я начинаю рассказывать про программу, я в первую очередь спрашиваю их видение, и на этой встрече часто выясняется, что они между собой много чего не обсудили, и у них разные взгляды. Это вот один минус, но он решается, и мы чаще всего они на месте дискутируют, либо мы ставим на паузу, и они после между собой договариваются и решают. То есть это вот один из сложностей. Бывают такие мероприятия, где я встречаюсь с молодоженами, а потом уже на самом мероприятии оказывается, что там рулит папа или мама, и они говорят, нет-нет-нет, то, что вы там с детьми решили, это совсем не важно, мы делаем вот так и вот так. Но в таких случаях ты сталкиваешься с тем, что кого мне слушать? Вот есть молодожены, которые хотят вот так, есть родители, которые имеют другое видение, и, как правило, они не хотят между собой ссориться, а мне бы их собрать и сказать, люди, решите, вот делаем так или так. И как выйти из этой ситуации? Ну, как правило, я их все-таки собираю вместе и говорю, нам нужно решить, мы делаем вот таким образом или таким, и мы находим некий компромисс. То есть надо всегда включить психолога некого? Да, да. То есть нужно понимать, что это очень волнительный день, и переживают и молодожены, и родители, у них есть определенное видение, которое месяцами, годами складывалось, и если оно не реализуется, либо как-то идет не так, как они это видели, наперекосяк, то они будут очень расстроены. Поэтому ищем компромисс, чтобы все были довольны и счастливы. Бывает такое, что ты принимал принципиальное решение отказаться от ведения мероприятия? То есть я в данном случае говорю не о сроках, а вот по какой-то причине. Я могу это решение принять на этапе первой коммуникации по телефону. Когда мне звонят, ну вот у меня есть принцип, я больше двух в неделю не беру. Опять же, ты меня не спросил. Да. Могу сказать, почему. Для людей, которые эту свадьбу организуют, они хотят, чтобы это мероприятие было как один раз в жизни. То есть чтобы там все было прямо на максимуме, чтобы все выкладывались на 100%. И если это 3-4 мероприятия подряд, то я лично выгораю. И я могу вытянуть 2 мероприятия подряд на бодрячке. То есть я чувствую, что на втором мероприятии я ближе к концу уже подустаю, но я вытягиваю, я делаю все на 100%. Если уже это третье мероприятие, то я чувствую, что батарейки садятся. И либо ты включаешь экономный режим, либо ты где-то не додаешь. Плюс надо и в паспорт смотреть, на возраст. Нужно помнить, что... Ну да, если ты ждешь уже, когда уже дочка невесты, значит, к тебе обратиться. Такое уже может быть. Поэтому вот я для себя нашел принцип не больше двух. И даже если мне звонят, и у меня вот уже на той неделе 2 мероприятия, я скажу, что, к сожалению, я вот занят в этот день. Есть еще один принцип. Если у молодоженов есть музыка, то я узнаю, кто это. Если это неизвестный коллектив, я гуглю, я смотрю, вообще подхожу ли я по формату. Если я вижу, что это вот совсем из другой области, то я понимаю, что мы абсолютно разные. И я откажусь от мероприятия. Если уже я встречаюсь с молодоженами, то если они настроены меня пригласить, то я отработаю мероприятие. Бывает, что мне что-то не нравится, не подходит. Но нужно понимать, что в данном случае я оказываю услуги, они меня нанимают. Я в тот день буду их подчиненным. Они мои боссы. И я реализую их праздник. Это не мои амбиции, это не реализация моих каких-то творческих идей. То есть я прихожу делать праздник конкретно этим людям. И я буду делать максимально близко к тому, как они хотят. Но у меня есть опыт. Я вот уже больше 20 лет работаю в этой области. Я навидал, повидал очень много мероприятий. И я знаю определенные ошибки, которые совершают молодожены. Я знаю, что вот, ну вот как в Инстаграме, реальность. Да, фейковое видео. Не, не фейковое, я имею в виду ожидание и реальность. То есть ты в воображении можешь себе представить одно, но реальность другая. Потому что есть человеческий фактор. То есть мне говорят, что мы пригласили гостей в пять, и все будут в пять. Я говорю, у вас все гости немцы? Нет, молдаване. Я говорю, ну не будет так. Говорит, ну вот у нас там приезжают из деревни, и они приезжают автобусом. Я говорю, ребята, там к автобусу кто-то опоздает, и все будут его ждать. Поэтому давайте учитывать определенные особенности наши и не делать себе каких-то завышенных ожиданий. То есть нужно выделить время на встречу гостей. Потом мы не хотим давать слово никому из гостей. Игорь, ну я понимаю, что вы бывали на свадьбах, и вот этот обряд, когда желают там что-то, он довольно скучный. Но учтите, что на этом мероприятии будут ваши родственники, которые видели вас в процессе взросления. Они что-то хотят вам сказать, и мы должны им дать возможность высказаться. Потому что если ты не даешь, то люди уходят немножко обиженными. Вот нам не уделили внимания, нам не дали слова. Поэтому где-то я стараюсь молодоженам рассказать про нашу реальность. Есть определенный культурный код, и люди из одной страны, из одной национальности, либо люди, живущие в одном культурном контексте, они имеют определенные паттерны поведения. И они хотят вот то-то и то-то. И со временем эти традиции меняются. Но они меняются постепенно. А вот такую стопроцентную революцию, ну не получится сделать. Поэтому я вот как ведущий с опытом пытаюсь донести, что вот здесь было бы хорошо сделать так, а здесь вот так. Но конечное слово всегда за молодоженами. И в данном случае всегда мы будем делать так, как они захотят. Но я постараюсь им рассказать, как лучше. Я, как и Михаила, хочу в конце нашей беседы, у нас осталось буквально несколько минут, спросить тебя, чтобы ты дал некую рекомендацию, как мы говорим, лайфхак по поводу, как выбрать себе ведущего. В первую очередь это упирается, как говорится, в деньги. Вот в соотношении цена-качество. Я не знаю, какова конкуренция, и сейчас просто нет времени говорить. Но вот, например, какие бы ты дал рекомендации людям, которые хотят в ближайшее будущее, я не знаю, кто там нас смотрит, себе взять ведущего на свадьбу. На что они должны в первую очередь обратить внимание? Ну сейчас самый доступный канал изучения, это, конечно, соцсети. Ведущие довольно активные пользователи, и они обычно что-то выкладывают. Поэтому один из каналов это Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. Там можно увидеть ведущего, как он выглядит, как он говорит, нравится ли мне или не нравится, его чувство юмора, его стиль одежды. Это вот некие первые характеристики. Лучше, конечно, когда ты уже бывалый гость на свадьбах, и ты видел все мероприятие вживое. Потому что одно, когда ты выкладываешь 15-секундный рилс, и совсем другое, когда ты 8-9 часов видишь этого человека в действии. А все-таки, извиняюсь, мы все-таки упираемся в то, что рекомендация лучше, когда человек сам находился на мероприятии и уже видит, как себя... Да, когда ты увидел своими глазами работу. И картинку в Фейсбуке или на Инстаграм. Наверное, самый надежный источник, это когда ты своими глазами увидел. Работает по-прежнему сарафанное радио. Когда собираются гости, они делятся впечатлениями. А вот тот так, а вот тот так. И обмениваются опытом. Работают соцсети. Ну и, наверное, это... Конкуренция большая на вашем рынке? Я не ощущаю конкуренции вот в плохом смысле, когда пытаются как-то демпинговать, либо вредить друг другу. Вот ко мне, когда обращаются, и я занят, у меня есть список хороших ведущих. То есть ты рекомендуешь? Да, я отсылаю молодоженам ссылки. Это хороший такой, как говорится, жест. У нас свадебный рынок настолько богат, то есть настолько много мероприятий проходит, настолько много залов, что работы хватает всем. Я не чувствую, чтобы кто-то рвал у кого-то заказы. Ну, нет такого. Но это говорит о уже таком цивилизованном подходе к этому ремеслу. Ну, потому что работы хватает всем. Ну, хорошо, а ценовая позиция? Ведь каждый ведущий, он все равно по-разному себя оценивает, свои услуги. Ну, наверное, есть определенный топ-10, топ-15 ведущих, востребованных на данный момент, у которых примерно схожий ценник. Там плюс-минус 100 евро. Здесь каждый сам для себя решает, какую цену он назначает. В зависимости от занятости, разумно, когда ты исходишь от количества заказов. Если у тебя много заказов, то разумно немножко поднять цену. Если заказов мало, то нужно призадуматься, может быть, стоит немножко ценник опустить. Ну, и плюс есть ведущие, у которых есть необходимость много мероприятий вести. Есть кто-то, кто задействован на телевидении, у которых есть другая основная работа, и они берут одно-два мероприятия в неделю, не больше. Поэтому каждый выстраивает свою ценовую политику самостоятельно. Спасибо большое, что согласился прийти на беседу. В гостях у меня во второй части программы был «Мерча Марка». Впереди выходные. Хороших вам выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова